У каждой семьи есть свои корни, традиции и герои. Есть такие герои и в семьях этих ребят, учеников первой гимназии города Бреста. И пускай эти фотографии на стендах потемнели от времени, зато с них смотрят светлые и мужественные лица их дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, которыми сегодня они могут гордиться. А их подвиги, как реликвия, передаются из поколения в поколение. Я хотела бы рассказать про моего прадедушку Бартыша Владимира Флоровича. Моя семья очень гордится им, так как он был участником многих операций, таких как операции по освобождению Польши, Чехословакии, а также операции по взятию Берлина. Был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, а также медалью за отвагу. В мирное время стал заслуженным экономистом БССР. Был победителем социалистических соревнований, а также являлся соавтором энциклопедии «Брест». Я хочу рассказать про свою прабабушку Хадун Раису Николаевну. Она была помощником машиниста в составе Второго Белорусского фронта. Она прошла всю войну и была награждена медалью за победу над Германией. Я ее застала. Когда она умерла, мне было 4 года. Мы были с ней в очень теплых отношениях. А в семье Насти Ковалевой такой герой не один. К памяти о родственниках, фронтовиках, родителе и сама девочка относятся бережно и с большим уважением. Я рассказываю про своего прадедушку Ковалева Александра Ивановича. Он родился в 1910 году в деревне Карпова, советского района Псковской области. Он был участником двух войн, советско-финская и Великое Отечественное. Имел два ранения. Кроме моего прадедушки, в войне участвовала также моя прабабушка Ковалева Нина Петровна. Она была связной партизанского отряда в Жибенковском районе. Мой прапрадедушка Карагезов Хачатур Вартазарович прошел всю войну, был военным техником и участвовал в освобождении Бреста. Мой двоюродный прадедушка Карагезов Сурен Хачатурович пошел на войну добровольцем в 17 лет. К выставке «Великая память моей семьи» ученики первой гимназии готовились совместно с родителями. Иногда недостающую информацию приходилось собирать буквально по крупицам из разных источников. Мы искали информацию на различных сайтах, таких как «Память народа РУ» и «Память народа СУ». Мы искали в различных документах, где было его упоминание. Мы также искали в различных документах, где были написаны его медали, ордена. И из этого мы узнавали, где и когда он участвовал. В этом году эта акция «Вечная память моей семьи» объявлена даже в рамках города. Она идет в двух форматах – в виртуальном и в виртуальном. Виртуальные все электронные форматы сброшены на сайты школ. На нашем сайте тоже это можно посмотреть. Мне очень отрадно, что в семьях, и видите, это молодые в основном семьи, потому что дети 6-7 класс, что в молодых семьях вот эта память очень хорошо хранится. Такие роднички, они необходимы, потому что это не только благодарность тем прошедшим поколениям, но и превентивное средство, я в этом убеждена, против повторения войны.